Необходимо проанализировать работу спортивных объектов и инструкторов. Такое поручение дал глава региона руководителю областного управления спорта. Аким области Нуржан Ужигитов продолжает заслушивать отчеты и планы управлений по проделанной работе. На этот раз руководитель управления физической культуры и спорта Нурбулжин Узбеков доложил о достижениях и актуальных вопросах. На сегодняшний день в области функционирует 67 учреждений спорта. Из них 51 учреждение относится к управлению. Остальные 16 учреждений спорта относятся к районам Акиматом. В данных учреждениях постоянно работают 1045 тренеров-преподавателей с 29 219 спортсменами. На настоящее время в области занимаются 72 видами спорта. В прошлом году 629 спортсменов стали членами национальных сборных команд различного уровня. Из них 265 спортсменов в составе национальной сборной, 239 – молодежной сборной и 125 – юношеской. Они прославляют страну в международных спортивных соревнованиях. По итогам 2021 года число систематически занимающихся физической культурой и спортом в области достигло 405,6 тысяч человек или 35,4% населения области. Тогда как за первый квартал текущего года число систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 417,3 тысячи человек или 36,3% населения области. До 2025 года данный показатель планируется довести до 50%. Для привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом в прошлом году введено дополнительно 96 штатных единиц инструкторов, таким образом, общее количество которых достигло 233. Из них 202 инструктора работают в районах. Таким области поручил изучить эффективность и результативность их работы. Со стороны управления необходимо провести всесторонний анализ работы спортивных объектов и инструкторов, насколько эффективно инструкторы используют спортивные объекты в сельской местности, на каком уровне ведется работа с населением. Важно, прежде всего, повысить профессионализм кадров, тем самым обеспечить качественную деятельность. Спортивные залы школ также должны быть всегда открыты для посетителей. Необходимы слаженные и системные меры по четкому повышению показателей, занимающихся массовым спортом. Также на совещании было уделено внимание вопросам открытия спортшколы-интерната, использования единой проектной модели при строительстве спортивных комплексов в селах, экономного расходованию бюджетных средств. Глава региона заслушал доклады, вопросы и предложения по достижениям руководителей спортивных школ, принявших участие в совещании. Обратил внимание на то, что подготовка чемпионов – одно из главных требований и дал конкретное поручение ответственным лицам. Ильдар Кизаталюн, Руслан Станебаев, Жамбл Ньюс.